Международная Черкесия Международная Организация была учреждена как союз национальных общественных объединений в 1991 году и сегодня согласно уставу организации ее исполком должен собираться не реже двух раз в год на территориях тех государств мира, где сегодня компактно проживают представители различных племен адыгского народа. В заседании исполкома МЧА в столице КЧР открыл вопрос о положении черкесских соотечественников в Сирии и принимаемых мерах по оказанию им гуманитарной помощи. В частности, в ходе обсуждения проблем репатриации сирийских черкесов на свою историческую родину президентом МЧА Хаутиса Хроковым были озвучены результаты обращений МЧА в федеральные органы власти по предоставлению в упрощенном порядке сирийским черкесам российского гражданства. Как известно, из-за непрекращающейся войны тысячи сирийских адыгов были вынуждены покинуть свои дома в Сирии и искать убежище на своей исторической родине. На данный момент в Карачао-Черкесии по сравнению с другими регионами Северного Кавказа проживает наименьшее количество сирийских репатриантов, всего 32 человека. У нас в данный момент на исторической родине, в Кабардино-Балкаре, Карачао-Черкесии, Республике Адгео, более 2000 человек разных возрастов, прямо начиная с младенцев и кончая более взрослым 70-80 лет, вот таких, и среднего возраста. И если брать из этих трех республик, у нас меньше всего, у нас 32 человека, у нас начиная с 4 лет и 70 лет, эти 32 человека... Кроме того, на заседании исполкома Международной Черкесской Ассоциации были обсуждены изменения в устав МЧА, которые будут внесены в него в скором будущем. Согласно нынешнему уставу, все члены Ассоциации избираются сроком на три года, по истечению которых должны проводиться новые выборы. Осенью мы проведем 10-й съезд МЧА и будет обновляться исполком, новые выборы новых руководителей. И, конечно же, федеральный закон об общественных объединениях изменился с сентября 2014 года, поэтому в связи с этим изменением, в связи со съездом, устав у нас будет очень серьезно корректироваться, обновляться более, чтобы она соответствовала федеральному закону, новому закону. В ходе заседания члены исполкома выслушали отчет о работе МЧА по сохранению духовного наследия и развитию языка и культуры черкесов. Обсудили подготовку и план мероприятий, посвященных 151-й годовщине окончания Кавказской войны. В сентябре этого года исполком МЧА планирует максимально широко отметить в черкесском зарубежье Международный день черкесов-адыгов. В этом же году планируется провести очередной 10-й конгресс Международной черкесской ассоциации.